Значит, ты утверждаешь, что на тебя напали двое мужчин. Ты брызнула им в лицо газовым баллончиком, а потом сбежала. Раненая, правильно? Нет. Я сама себя ранила, чтобы взвалить вину на Хелин. И все это придумала. И этих девушек. Я как идиотка позвала к себе в офис. Мы выпили чай, кофе, и все спланировали. Потом я пошла и похитила Мимо. Мимо сейчас в нашем доме. Вы что? Вы все умом тронулись, дядя Бахатин. Погодите. Я сейчас позвоню зятю. Он скажет вам, где я была и в каком состоянии. Вы собственными ушами услышите, и эта бредовая тема будет закрыта. Потому что хватит уже. Хватит. Дело сделано. Ребенка благополучно доставили до места. Меня подставили. Подставили. Они пытаются взвалить вину на меня. Разве вы не видите? Погоди, не спеши. Сядь на место. Вы не смеете трогать мои вещи. Я адвокат. Я не полицейский. Что хочу, то и буду трогать. Звони, если хочешь, и жалуйся, куда захочешь. Конечно, если тебя сможет спасти государственный прокурор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Салиха, прошу тебя, никого не зови. Меня снова усыпят. Есть новости о Мимо. Уже ночь. Скажи мне, пожалуйста, есть новости от Мимо. Осия, нашего Мимо найдут. Прошу тебя, не расстраивайся. Твое здоровье под угрозой, Осия. Прошу тебя. Не плачь, не расстраивайся. Тебе будет плохо. Прошу вас, не усыпляйте меня. Прошу вас. Мне нужно пойти и найти своего сына. Пожалуйста, не усыпляйте меня. Прошу вас. Мне нужно найти сына. Пожалуйста. Мимо. Что случилось, Салиха? Просыпается и впадает в истерику. Просыпается и впадает в истерику. Моя подружка умрет от огорчений. Помолчи. Не говори. Не говори ничего подобного. Моя Осия сильная. Она придет в себя через пару часов. Как только она увидит сына, и этот страшный сон закончится. Они найдут мальчика целым и невредимым. Мне интенсия подсказывает. Садись, дочка. Я вспомнила, как она рожала. Осия упрямилась. Удерживала Мимо в животе, пока не пришла ко мне домой. Сказала, если ты кому-нибудь позвонишь, клянусь, я не рожу этого ребенка. Я дары речи потеряла. Она сказала, я не стану тужиться. Тогда и он умрет, и я тоже умру. У нее воды отошли. Пора рожать. Что делать в такой ситуации? А я помню, как она впервые приехала в Бурсу. Она упорно с ребенком на руках искала работу. А потом начала работать на фабрике. Осия сильная. Перестаньте. Не предавайтесь воспоминаниям, словно моя сестра умерла. Дочка, так мы о чем говорили? Мы об этом и говорим. Что Осия сильная, что она упертая. Мы говорим, что она справится и с этим. Вот сумасшедшая. Так она и есть сумасшедшая. Не поняла. Бедняжка не в себе. Здравствуй. Здравствуй. Как дела? Суна, что делает Хелин? Как мы и думали. Она спит со вчерашнего дня. У нее нет связи с внешним миром. Ей дают такие сильные лекарства, что она даже не в состоянии пошевелить рукой. Даже глаза не открывает. А что с Ильясом? Он набросился на Хелина, и ему дали успокоительное. Зафер, что ты хотел? Зачем ты позвал меня? Тебя допросят. Теперь я под подозрением. Прекратите заниматься ерундой и ищите мальчика. Время ограничено. Расскажешь об этом в кабинете комиссару? Если сможешь объяснить. Куда повелить Джимшито? Девушки, которые отвлекали тебя в парке. Полиция просматривала записи и камер наблюдения и установила, что эти двое входили в здание офиса Фелис. Как это? В офис Фелис? Ильяс, полицейские думают, что Фелис вместе с ними похитил ребенка. Да. Это бред, но Фелис сейчас одна из подозреваемых. Как адвокат она имеет неприкосновенность, поэтому они увели на допрос Джимшито. А еще на телефон Фелис пришло странное сообщение. В общем, чем дальше, тем все сложнее и запутаннее. А какое сообщение? Ну, что-то вроде, все сделано, мы доставили малыша на место целым и невредимым. Ей пришло это сообщение, когда она говорила с дядей Бахатином. Невероятно. Ильяс, 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 постой ради Аллаха, не спеши. Пусть этим занимается полиция. Ты под действием лекарств, ты не себе. Пожалуйста, присядь. Умер, пусти меня. Ильяс. Умер, погоди. Джим, бежим. Почему вы спрашиваете? Отвечаете на наш вопрос? Да, я вчера вечером на пару часов отлучался из дома. Я отвозил в ресторан рыбу, делал покупки. Если хотите, я могу указать адреса. Что за глупости, я не понимаю. В таком случае вы не знаете, кто приезжал в имение, а кто из него выезжал. Не так ли? Зафер, позволь мне. Послушайте, господин Джимшит. Госпожа Фелис говорит, что она два дня провела дома. Ни разу оттуда не выезжала. И что вы были свидетелем этого? Она могла вчера выйти после вас и поехать в офис. Ты любил Мимо, как родного сына. Ты сейчас будешь защищать Фелис, погубив при этом Ассия? Моя сестра в больнице. Боже. Те девушки с камер видеонаблюдения. Мы установили, что они входили в офис Фелис. Ты в курсе? На телефон пришло сообщение. Сообщение. Ей пришло сообщение, что дело сделано. Ребенок доставлен на место целым и невредимым. Что ты на это скажешь, господин Джимшит? Что вы сделали с Мимо? Возьми себя в руки, Зафер. Зафер, это сфабриковано. Ты не видишь? Фелис на это не способно. Они подставили Фелис и пытаются взвалить вину на нее. Ты не понимаешь? Я хочу поговорить с Фелис. Это ловушка. Неужели вы не понимаете? Фелис, послушай, я хочу тебе верить. Но не поступай так. Он еще ребенок. Он напуган. Он еще ребенок. Делай, что хочешь, но только не это. Не стоит. Если ты скажешь, где он... Если ты знаешь, возможно, ты очень сердишься на меня. Но не надо. Я прошу тебя. Слово тебе даю. Ты просто скажи, где он. Ты не осознаешь, что говоришь от горя. Я люблю тебя. Как я могу похитить твоего ребенка? Как ты можешь верить в это? Тебе будет очень стыдно, когда откроется правда. Джимшит, эта женщина пытается уничтожить меня. Я была дома, ты сам видел. Она пытается убить одним выстрелом двух зайцев. Не так-то сложно отправить сообщение и впутать меня. В неприятности. Фелис. Я только что был в клинике. Хелен не в себе. Она спит. Что происходит? Хорошо. Но я два дня была дома. Эти девушки запросто могли все подстроить, пока меня не было. Да что с того, что вы нашли видеозаписи? Какой в них смысл, когда меня там не было? Зять, скажи им, я была дома. Как раз в эти часы твой зять выехал в город, чтобы развести рыбу. Он нам необдуманно об этом рассказал. Он не может свидетельствовать, что ты была дома. Но мы вас не обвиняем. Нет, нет, мы просто собираем сведения для господина прокурора, госпожа адвокат. Он сейчас будет задавать нам вопросы, чтобы отменить вашу неприкосновенность. И мы обязаны сообщить ему информацию. Комиссар, разыскиваемая машина нашлась в районе Суалты. Ясно. Сынок? Что мне вкололи эти придурки? Ильяс. Это неслыханно, зять. Как они могут? Как они могут? Машина пуста, комиссар. Ее изучают каменалисты. Мустафа, мы нашли два номера. Пусть ребята выяснят, кому они принадлежат. Что, как дела? Ничего. Машина пуста. Она украдена. Говорят, что это дело рук банды. Сынок, почему вы не позвонили? Я услышал по рации, когда ехал домой. Комиссар, они не могут. Они не могут найти моего сына. Не спеши, сынок. Погоди. Погоди. Эти две девушки, они еще дадут о себе знать. Вот увидите. Входите. Здравствуй, Нихат. Здравствуй, комиссар. Дядя Бахатин. Есть какое-нибудь продвижение? Номер, что нашли в брошенной машине, принадлежит Филис Чинар. Я прибью эту девчонку. Комиссар, позвольте мне. Я в два счета узнаю, где находится ребенок. Зафар, сынок, в этом участке мы гости. Комиссар нас неправильно поймет. И что значит, я прибью ее? Неужели мы не сможем найти дополнительные улики? Что скажешь? Мне тоже так кажется, комиссар Бахатин. Предлагаю вам отпустить эту девушку. Отец. Погоди. Отпустите ее и установите за ней слежку. Так будет лучше всего. И нового выхода нет. Нам еще долго ждать разрешения на допрос. Она адвокат. У нас масса улик. Но мы не можем допросить ее. Представьте пару надежных людей в штатском следить за ней. Якобы вы следите за Джимшитом. Но придумайте что-нибудь. Наверное, вы правы. Войдите. Комиссар, в ходе следствия нашлись изображения девушек. Через час после происшествия они сели на паром и отправились в Стамбул. В системе они числятся как рецидивистки. Хорошо, ты можешь идти. Как прикажете. Бесполезно. Искать кого-то в Стамбуле тоже, что иголку в стоге сена. Думаю, нам стоит пойти по пути, предложенному дядей Бахатином. И, по-моему, мы должны поторопиться, комиссар. Наверное, ты прав. Вы можете идти. Благодарю. Простите, госпожа адвокат, за причиненное неудобство. Сделай скидку на то, что я его дядя, госпожа Филлис. Когда дело касается близких, человек забывает о профессии и о законе. Теряет от горя голову. Простите, если что не так. Извините. Идем, Филлис. Я отвезу тебя. Если будут новости... Хорошо, я позвоню. Поезжайте. Вы отпустите их после стольких доказательств, Зафар? Ильяс, не кипятись, успокойся. Какие доказательства? Какие доказательства? Хватит уже. Меня достал этот бред. Поехали. Хорошо, Филлис. Идем. Держись. Братишка, тут творится что-то неладное. Согласен. Согласен. Ребята, поехали в больницу. Я очень тревожусь за Сия. Конечно. Продолжение следует. Они в реанимации поддерживают ее сон. Мы всех отправили. Разрешили остаться только нам с тетей. Мы с тетей Мария Ман дежурим поочередно. Она иногда просыпается и пытается отключить электроды. Я посмотрю, как она. Ильяс, только тихо. Не буди ее. Когда она просыпается, ей становится очень плохо. И как долго будут поддерживать сон? А если Мимо не найдется? Они что, до конца жизни будут усыплять ее? Тише, братишка, без паники. Она найдется. Все будет хорошо. Не говори так. Мимо найдется. Моя – так, что получится. Осталось ее. Татьяга. Моя – так, что Бог реаг Story. БылоNE. Пlist. П definitions. Ильяс. Ильяс. Вы нашли Мехмеда. Нашли, любимая. Нашли, не волнуйся. Ты мне опять лжешь. Ильяс, ты мне постоянно врешь. Уходи. И не возвращайся, пока не найдешь моего сына. Сыночек. Господин, выйдите, пожалуйста. Оставьте пациентку одну. Сыночек. Ильяс. 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 Субтитры создавал DimaTorzok